Давай, гали, 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 гали! Как вы знаете, недавно у нас тестировали артиллерию прямой наводка. И вот разработчики вчера в статье поделились выводами, результатами этого самого теста. Я надеюсь, вы проходили специальную форму, в которой оставили свое впечатление об этой артиллерии. Ну и давайте посмотрим, какие у нас получились результаты и, в общем-то, что дальше. В целом примерно 3 четверти игроков поддержали эти изменения. На европейском сервере 72,5% игроков поддержали изменения, а на нашем сервере 74,7%. Ну то есть в целом примерно равное количество. Также, в общем-то, как и по остальным более таким подробным моментам, было примерное равенство. А именно, что касается огневой мощи. 60% проголосовало за то, что ее достаточно, 30% что ее недостаточно. Но, в целом, опять же, как я уже говорил, конечно, арта получилась не супер нагибучей и есть что менять. Но лучше ее запустить такой, чем слишком какой-то имбовой. Второй момент по поводу кумулятивных снарядов. 55% игроков считают, что снаряды норм, а 40% считают, что снаряды слабоватые. Ну, честно говоря, да. Мне в комментариях об этом тоже писали, что, блин, как-то для 152-х миллиметровки урон там, по-моему, 800 был, да, или около того, слабоват. Ну, на самом деле, да, все-таки, если взять там какой-нибудь МВТ-70 на этом уровне, с такой же примерно пухой, то там урон за 1000 кумулям. И тем более, учитывая то, что насколько все-таки этими кумулями сложно попасть и пробить, думаю, да, однозначно кумулям поднять урон было бы вот совершенно не лишним. Третий момент по поводу количества прочности артиллерии. 55% сказали, что все норм, а 42% сказали, что маловато. Но тут я, наверное, все-таки буду придерживаться мнения, что самый норм. Потому что, ну, а сколько здесь должно быть ХП? Ну, давайте накрутим, давайте 3000 дадим, как у какого-нибудь ОБТ. Ну, это будет глупо, учитывая то, что это сарай абсолютно картонный и будет прочности столько же, сколько ОБТ. Мне кажется, здесь прочности ровно столько, как я и говорил уже, когда ее тестировал, чтобы с одной стороны не слишком быстро сдохнуть, и с другой стороны, ну, что мы не будем иметь какой-то там прочности, которую еще и запаришься там разбирать, как на уровне какого-то ОБТ. Это было бы странно. Поэтому, если, ну, если прибавить, то, ну, не знаю, у меня там получалось 2200, помнится мне, ну, окей, 2300, 2400, но это, мне кажется, потолок. Хотя есть еще такой вариант, что некоторые просто не доперли, что в улучшениях можно поставить оборудование, которое добавит вам 150 прочности. То есть, изначально там 2065, а так получалось уже 2200. Ну, а на самом деле, если еще воткнуть сюда командира, который увеличивает прочность, можно сделать и все 2400, 2500. Четвертый пункт, это 80% игроков считают, что мобильности машины в самый раз. Ну, и тут, в принципе, ничего не добавишь. Действительно, мобильности добавили, она не лишняя, и ее действительно в самый раз. Теперь давайте пройдемся по еще таким пожеланиям игроков, часто попадающимся. Первое. Вы ожидаете большего времени перезарядки, но при этом большего урона за выстрел. Вы ожидаете, что урон от выстрелов будет больше, как, например, у Акации с боеукладкой на три патрона. Вы ожидаете дополнительные типы боеприпасов. Уровень прочности должен быть увеличен, но не слишком сильно. Дымовые фосфорные снаряды нуждаются в доработке. Что по поводу этого можно сказать? Ну, честно говоря, я не согласен с тем, что нужно перезарядку делать долго за счет увеличения урона. Ну, тут как бы урон, извините меня, и так нифиговый, но сколько? Давайте артиллерия будет фигачить фугасами этими на две тысячи урона, да? А без пробития какие-нибудь там пятьсот, семьсот закидывать. О, как классно будет. Нет, лучше вот с этим не баловаться. Дополнительные типы боеприпасов всегда за. Там какие-то БФС или еще какие-то варианты придумают. Опять же, по поводу прочности уже говорил. Дымовые фосфорные снаряды нуждаются в доработке. Не знаю почему. Мне очень понравилось, особенно фосфоры, естественно. Единственное, наверное, то, что бы я сделал, это убрал вот это вот ограничение всего лишь в 10 снарядов. Ну, типа, было бы неплохо, если бы можно было с собой таскать их побольше. В итоге разработчики довольны тестом. Все-таки артиллерия не получилась какой-то имбалансной, а значит ее можно добавлять и немножечко дорабатывать. Но, однако, они пока не торопятся ее добавлять. Надеюсь, они с этим не слишком затянут. В целом, у них есть, исходя из наших, собственно, отзывов, есть какие варианты переработки. Это изменение огневой мощи в сторону увеличения урона за выстрел и увеличение времени перезарядки. Блин, ну, надеюсь, они не слишком с этим увлекутся. Улучшат кумулятивные снаряды и добавят новые типы снарядов. Ну, и проверят еще существующие. В целом, к счастью, пока что они написали, что ждать вроде как долго не придется. Результаты всех этих переработок уже будут этим летом. То есть, ну, я так понимаю, вполне возможно, что появится какой-то второй этап тестирования этой артиллерии, прежде чем все изменения закрепят. Надеюсь, опять же, это все будет не слишком долго. Ну, а на этом у меня все. Не забываем ставить лайкосы, подписки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok